В сети завирусилась фотография, на которой Анна Семенович держит ребенка на руках. И рядом с ней находится некий мужчина. При этом она выглядит счастливой и довольной. Однако является ли это прибавлением в семье Анны? Ребенок ли это Семенович или нет, смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке в описании канала или под видео. Александра Трусова пришла в гости к Воле Харламову. Саша расскажет о том, чем занимается в предпенсионном возрасте, о ледовом шоу Евгении Плющенко и о том, как она в 7 лет заработала на первый айфон. А Харламов даст ей совет, что делать, если все материальные блага уже есть. Полный отрывок с Сашей Трусовой смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке в описании канала или под видео. Дарья Усачева выложила в социальных сетях то, как она катается на роликовых коньках. Евгения Медведева уехала на отдых, однако не сказала, куда именно. Алексей Мишин прокомментировал слова Жулина про полупьяных фигуристов на показательных. «Никогда не тренировал танцоров, но я доверяю большому жизненному опыту моего хорошего приятеля Александра Жулина», сказал Алексей Мишин в Спортэкспресс. Бутырская также отреагировала на слова Жулина про полупьяных фигуристов на показательных. «Мне кажется, здесь все индивидуально. Я вот никогда не любил показательные выступления, потому что мне всегда важен соревновательный момент. А там его нет. Я вообще никогда прямо не любил эти выступления. В любом случае, ты всегда стараешься, поскольку понимаешь, что пришли люди. Но когда соревнований нет, то я отношусь к этому так. После показательных, понятное дело, все могут расслабиться. Но иногда бывает, что публика тебя так встречает, что аж получаешь кайф от показательного. Также бывает, что настолько устаешь от прокатов, что на показательной думаешь, ну сколько можно выступать? Я вам так скажу, что в день показательных выступлений никто не позволяет себе пить. Александр имеет право на свою точку зрения, но это я подтвердить не могу. Да, может бывают такие случаи, но не надо обобщать. Я бы многих спортсменов защитила. Вы думаете, что Женя Медведева и Алина Загитова шампанское пьют перед выступлениями? Я в это не поверю. Не знаю, может мальчишки могут, но за девочек я совершенно спокойно, сказала Бутырская. Дмитрий Васильев также отреагировал на слова Жулина про полупьяных фигуристов на показательных. Думаю, это какая-то дезинформация. Такого быть просто не может. Поскольку алкоголь является допингом, то считают, то полупьяные спортсмены должны дисквалифицироваться мгновенно. В пулевой стрельбе алкоголь – прямой допинг, потому что он помогает спортсмену расслабиться и успокоиться. Поэтому это все запрещено. Даже теоретически не могу представить, чтобы спортсмены и биатлонисты ходили в пьяном виде. Это невозможно, сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Александр Жулин считает, что Пападакис следовало трясти сиськами на Олимпиаде 2018. Во время короткого танца у французской фигуристки Габриэла Пападакис расстегнулась платье и оголилась грудь. В итоге Пападакис и ее партнер Гийом Сизерон завоевали серебро игр в Пхенчхане, проиграв канадцам Тессе Виртио и Скотту Моиро меньше балла. Если бы она отпустила ситуацию и просто начала бы сиськами трясти, они бы выиграли. Она просто пыталась спасти эту бретельку и весь номер. «Было бы еще на что смотреть там? Господи!» – сказал заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат». Александр Жулин рассказал о трепещущем отношении к Татьяне Навке. Навка – олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в дуэте с Романом Костомаровым. «Скажу откровенно, раз и навсегда, самое трепещущее отношение у меня было к Татьяне Навке. Во-первых, тогда она была моя супруга, я ее очень любил, и она моя первая олимпийская чемпионка. Это останется на века», – сказал заслуженный тренер России в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат». Тренер Алексей Мишин выпустит новую книгу о фигурном катании «Фигурное катание». Азбука начинающего фигуриста от выдающегося тренера. Воспоминания о времени и о себе. Информация об этом появилась в официальных социальных сетях группы Мишина. Отличные новости в пятницу с утра. Совсем скоро выйдет книга нашего любимого профессора Алексея Николаевича Мишина. В книге описывается техника фигурного катания на коньках, даются практические советы по овладению этим видом спорта. Книга адресована, прежде всего, начинающим фигуристам, а также она будет полезна тренерам, преподавателям и широкому кругу любителей фигурного катания на коньках, которым она поможет лучше разбираться в этом виде спорта, написанных в социальных сетях группы Мишина. Напомню, Алексей Мишин написал уже несколько книг о фигурном катании. Как ранее отмечал специалист, по ним он учил своих спортсменов, в том числе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Чемпион мира 2024 года, победитель финала гран-при, американский фигурист Илья Малинин, заявил, что уверен в том, что сможет исполнить пятерной прыжок. Если говорить о фигурном катании 20 или 30 лет назад, люди говорили, что тройной аксель невозможно исполнить. Но сейчас фигуристы легко делают 4 оборота в воздухе, а я стал первым, кто сделал 4 с половиной. На данный момент это действительно кажется пределом, но я действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок или даже больше. Что помогает мне мотивировать себя, так это постоянные попытки раздвинуть границы. Я хочу сделать этот вид спорта более известным для широкой аудитории, показать пределы фигурного катания и показать, сколько упорного труда люди в него вкладывают, сказал Малинин в интервью The Guardian. Напомним, родители спортсмена Татьяна Малинина и Роман Скорняков, уроженцы России, которые в свое время выступали за Узбекистан, а позднее переехали в Америку. Малинин родился уже в США и представляет именно эту страну на соревнованиях. Илья Малинин заявил, что раздумывал об уходе с фигурного катания и переходе в футбол, после того, как не смог пройти отбор на чемпионат США 2018 года. «Я был разочарован в себе. Конечно, мои родители тоже были немного расстроены тем, что у меня ничего не получилось. Я был близок к тому, чтобы просто сказать, ничего не получится, я просто хочу остановиться и уйти в футбол», сказал Малинин в интервью The Guardian. При этом Малинин добавил, что его родители заставили фигуристов взять себя в руки и вернуться к тренировкам. «И я подумал, ладно, такое случается, не всегда у тебя идеальные коньки или программы. Мне просто нужно перенастроиться и подготовиться к следующему сезону», добавил Малинин. Напомню, сейчас Малинин является двукратным чемпионом США 2023 и 2024 года. Илья Малин предположил, какую профессию он может выбрать в будущем, когда решит закончить с фигурным катанием. «Я люблю играть в видеоигры, мне нравится кататься на скейтборде, на велосипеде, нравится рисовать. Я всегда стараюсь научиться чему-то новому. Я хочу изучать архитектуру и дизайн интерьера. Конечно, все может измениться, но в будущем я определенно хотел бы общаться с людьми, которые являются не только моими друзьями по фигурному катанию. «Ведь тогда я мог бы иметь совсем иной взгляд на многие вещи, на мир в целом, а также окончательно сменить специальность, например, заняться компьютерными технологиями или даже созданием видеоигр», – сказал Малинин в интервью The Guardian. Также Малинин добавил, что и сейчас, во время карьеры фигуриста, он не хочет исключительно погружаться в спорт, поэтому воздерживается от перехода на онлайн-обучение, которое предпочитают многие спортсмены мирового уровня и посещает государственную среднюю школу в Вирджинии. Илья Малинин назвал свою главную цель в фигурном катании. По словам спортсмена, она не связана с Олимпийскими играми. «Конечно, у меня желание поехать на Олимпиаду, попытаться занять там какое-нибудь место, привезти оттуда в США медаль или выиграть еще несколько чемпионатов мира, но главная цель все равно состоит не в этом. Главная цель, которой я всегда стараюсь придерживаться на соревнованиях, это стараться изо всех сил, чтобы кататься стабильно и чисто. «Для меня это самое ценное», — сказал Малинин в интервью The Guardian. Вновь им, Илья Малинин является одним из главных фаворитов будущей зимней Олимпиады, которая пройдет в Милане в 2026 году. В сезоне 1023-1024 американский фигурист выиграл все основные соревнования чемпионата мира и финал Гран-при, а также стал первым спортсменом, который на соревнованиях прыгнул четверной аксель. Субтитры создавал DimaTorzok